Вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной, учитывая массированные ракетные и шахедные атаки, остается достаточно острым. Собственных комплексов ПВО нам явно не хватает. Поэтому наши международные партнеры, понимая ситуацию, оказывают техническую помощь. Например, самый новый комплекс ПВО IRIS-T уже в Украине. Также уже имеем НАСАМС и АСПАЙТ. Ожидаем и других поставок. Но здесь надо понимать, какие вражеские воздушные цели, какими средствами ПВО эффективно поражать. Что имеется в виду, сбивать вражеские дроны Камикадзе в ночных условиях надо с ЗРК с тепловизором, например, польским комплексом Перон. Также сбивать дроны Камикадзе могут и зенитные установки типа Шилка, Тунгуска и немецкий Гепард. Но во время массированных ракетных и шахедных атак система ПВО не сможет гарантированно поразить все вражеские цели. Поэтому есть необходимость увеличения количества и расширения номенклатуры вооружения для эффективной борьбы с вражескими ракетами и дронами. В этом контексте заслуживает внимание шведский ПЗРК РБС-70, который, как утверждается, вскоре получит на вооружение наши войны. Что о нем известно? Чем он интересен и какие имеет особенности? Давайте разбираться. За свою 45-летнюю историю использования в 19 странах ПЗРК РБС-70 имеет исключительно положительные отзывы. Его используют как страны НАТО, так и другие. Универсальность ракеты Болиды позволяет поражать как небольшие и очень быстрые цели, так и легко бронированные наземные. Скорость ракеты в полете может достигать двух махов, а система автоматического отслеживания позволяет очень точно поражать цели. Универсальности также добавляют тепловизор для наведения ночью и фугасное действие подрыва боевой части, в отличие от других ПЗРК, у которых лишь осколочное поражающее действие. Этот комплекс можно устанавливать даже на стационарный боевой пост. ПЗРК РБС-70 – это полноценный комплекс, который можно установить на колесную базу пикапов без дополнительного снаряжения. То есть, с такими характеристиками и возможностями компоновки РБС-70 можно было бы отнести к ЗРК малой дальности. Но из-за простоты и малых габаритов, это все же ПЗРК. Боевой расчет этого ПЗРК – два воина, которые несут и собственно пусковую установку с оптикой и электроникой, и штатив, на который крепится комплекс. Со временем увеличение массы шведского комплекса привело к увеличению боевого расчета. Например, для 11-килограммового ПЗРК «Игла» не нужно более одного бойца, а в ПЗРК РБС-70 только пусковая установка имеет массу 35 килограммов. При этом ракеты заменяются очень быстро, и другой номер расчета может быстро подносить оператору другие ракеты, которые имеют массу 15 килограммов. Увеличение массы комплекса развязало руки шведским инженерам компании «Боуфас», которым не нужно уже уменьшать ракету для одиночного пуска с плеча военного оператора. Установка на треногу и увеличение массы позволило изготовить первый в мире ПЗРК с лазерным каналом, который в конце 70-х – начале 80-х стал действительно революционным. Как и из безоткатного ружья шведские инженеры сделали один из самых распространенных РПГ в мире Карл Густав, так и из ПЗРК малой дальности они создали универсальный ракетный комплекс, который в своей пятой итерации РБС-70НГ способен поражать вражеские воздушные цели на невероятных расстояниях, а именно – до 9 километров по дальности и до 5 километров по высоте. Спасибо за просмотр. Слава Украине!